Христос воскрес! Пусть в эти дни Господь Христос воскресший, Он воскресит души людские, пусть те, кто не знают Его еще, кто еще по гробах греха, проклятия, беззакония, поедут из этих гробов, пусть что-то воскресение совершится во имя Иисуса Христа. И, дорогие друзья, молитесь о реформации пропостанной церкви, потому что Господь грядет с Богом на встрече на небесах и на земле. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Жизнь даровав! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Из мертвых! Смертью смерть поправ, И сущим в гробах жизнь даровав. Аплодисменты воскресшему! Спасите Иисусу! Саню Саверию! Аплодисменты воскресшему! Тебе мы поклоняемся, Христос, И святое воскресенье Твое прославляем, Ибо Ты, Бог наш, Кроме Тебя иного не знаем, Имя Твое прославляем, Прийдите все верные! Поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру, Всем доброславляя имя Господа! Поклонимся святого Христову воскресшему! Его распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из гроба, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Воскресший живой Спаситель наш Иисус, спасибо Тебе за этот день. Бог Всмогущий, Ты собрал нас вместе под Своим святым покровом, как птиц и птенцов, как отец детей своих сыновей и дочерей. Бог Великий, Бог Богов, Господь Господствующий. Благодарю Тебя и благословляю имя Твое в собрании святых Твоих, рожденных Тобою, моих братьев, сестер, тех, кто родились не только от своих мам и пап, но и те, которые рождены от Тебя. Бог, как семья Твоя, мы проставляем Тебя. Боже, Ты посреди народа Своего сегодня проставься, восстань Господь. Прояви Свою силу, Боже, пусть силы воскресения Твоего действуют в нас верующих. Боже всемогущий, пусть этот день, когда миллионы и миллионы христиан, людей православных, протестантов, рамостных церквей, разную деноминацию, вспоминают о воскресении из мертвых. Вспоминают и приветствуют друг друга, приветствуют красивыми словами этих, говоря, что Христос воскрес, и отвечают, что воистину Ты воскрес, Бог Святой, пусть в эти дни. И в этот день, Боже, прославится Твое имя. Благослови нас сейчас, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса, Агнца Твоего. Благословен Ты, Царь Вселенная. Приди силой воскресения сейчас нашей студии. Я прошу Тебя за тех, кто еще во гробе находится, среди собравшихся воскресших, наверняка есть те, кто еще не ожили. Среди тех, кто поднялся, среди оживших мертвецов, есть еще и мертвые мертвецы, которые во гробах сейчас. Бог позволит сегодня этим гробам открыться. Приди, Господь, воскреси души людские. Спаси, Господь, людей от грехов. Боже всемогущий и сегодня, Господь, те, кто вздремал духовно, пробуди к жизни. Бог всемогущий, Ты есть воскресение, Ты есть жизнь наша, и Тебе вся слава. Призывай кровь Агнца Божьего Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сестры, всех вас приветствую и благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. И сегодня, на самом деле, день воскресения. И сегодня, как я и молился, я хочу призвать к покаянию тех, пришедших на это торжество, на это праздничное служение, богослужение, кто еще не пережил воскресение в своей жизни. Если вы понимаете, что в вашей жизни еще нет воскресения, что есть два варианта. Либо человек уже пережил воскресение, либо он еще на гробе. Знаете ли, если вы понимаете, что вы еще на гробе, вы сами не сможете выбраться. Просите о милости Бога. И мы сегодня помолимся с вами молитвы покаяния. Мы поможем вам вылезти из могилы. Мы тоже были в могилах и поднялись из гробов наших. Потому что Господь воскресил нас. Слава Богу. Человек, пока не пришел воскресший Христос в его жизнь, он как будто бы в огробе. Он на кладбище. И в этом кладбище человечества есть надежда. Есть Иисус Мессия. Есть Господь, Который приходит и воскрешает. И как поется в этом песнопении древнем, Исущим во гробах жизнь даровал. Он дает жизнь тем, кто находится сейчас в гробах. Открывает гробы. Есть гробы проклятий, беззаконий, грехов всевозможных. И эти гробы открываются, друзья, воскресением Иисуса Христа. Аминь. Я Богу благодарю за эти две недели семинаров. Я очень Богу благодарен за эти дни, когда имел возможность быть с вами в присутствии Бога. Быть вместе с вами. Благоставлять Бога. Благоставлять Николаев. Благоставлять Николаевскую область. Я думаю, что эти семинары, эти дни семинаров, эти служения, они дадут большой резонанс духовный здесь, в Николаевщине. И я ожидаю этого. Я думал изначально, что я увижу это пробуждение еще в эти дни. Но потом подумал так сегодня утром. Наверное, не надо так бежать впереди паровоза. Бог знает когда. Но эти круги по-любому уже пошли уже. Духовные круги. Как на воде, знаете ли, уже семя брошено. И многие верующие, задающие вопрос себе, это уже факт, что люди всколотнулись, пробудились. Бог хочет, чтобы мы думали своими мозгами. Бог хочет, чтобы мы осознавали кое-что. Чтобы мы не сидели на месте. Чтобы мы не были законсервированы. Чтобы мы развивались. Потому что если мы не идем вперед, не развиваемся, мы деградируем. Да не будет такого с христианами. Слава Иисусу Христу! Друзья мои, братья, сестры, Пасха это великий день. Но календарная Пасха закончилась. Но сегодня по традиции православной, я на семинаре об этом рассказывал более детально, как раз празднество воскресения Пасха, Песа, прохождение мимо. Пасха это праздник, но это не просто красный день календаря. Пасха это, скажу, праздник, как вот поется о дне победы. Помните, да? Со слезами на глазах. Это праздник, действительно, особый праздник. День победы на самом деле, день победы нашего Господа. И спасение для нас, верующих в Него, Он подарил нам даром. С нашей стороны ничего мы не смогли бы заплатить. Даже если бы мы принесли все золото, все наши финансы, все наше здоровье, все наше время, мы не смогли бы не купить спасение. Но Господь дал нам спасение даром. Оно даром не потому, что оно бесплатно вообще. Оно даром потому, что для нас невозможно было купить этот билет. Оплачено самим Богом, Его святой кровью, страшной жертвой. Праздник Пасхи, это еще, скажу, в большей степени праздник не только жизни, но и смерти. Жизнь и смерть, это все так близко, так рядом. Иисус умер за нас, и Он воскрес для нашего оправдания. Есть смерть, есть воскресение из мертвых. Есть целая мировая религия ислама, религия ислама. В этой религии тоже говорится об Иисусе Христе. Но говорится, что Он не умер якобы, и якобы, соответственно, не воскрес из мертвых. Якобы Он был хорошим пророком, и Бог вознес его на небеса, минуя смерть и воскресение. Знаете ли, дьявол очень часто хочет убрать вот эти эпизоды, как будто бы их не было. Давайте забудем об этом. Но это есть кульминация нашего спасения. Это самая основа всех основ. Мне очень жаль миллиард и более обманутых на этой земле людей, которые внушают в детство, что якобы Иисус не умер и не воскрес. На самом деле Христос умер, и Христос воскрес из мертвых. И еще, это все совпало с праздником Песа, с праздником выхода из Египта, великого исхода из Египта, из царства тьмы. Есть такое древнее еврейское предание. В Библии описывается эпизод, когда пастор сказал червное, на славянском это, но по-русски на Красное море, когда перешли те евреи и те неевреи, что уверовали в Бога Израилева и поверили Моисею как пророку, они перешли через это червное, через это Красное море, на другую сторону. И мы знаем, что произошло с египтянами. Мы знаем, что Египет накануне очень жестоко пострадал. Мне одна женщина сегодня утром писала, я проверил немного почту рано утром, ну, как бы ночью, и пришли поздравления многие, и, в числе прочего, мне прислала письмо одна женщина, она не христианка, она язычница. То есть она сознательно поклоняется славянским богам. Значит, с высшим образованием человек отказался от православия, раньше она ходила в храм православия, теперь она поклоняется языческим богам, перунутам, прочим этим божествам, славянским, древним. И она написала, как я могу праздновать Песох, Пасху, ведь это гибель целой цивилизации египетской. Ведь историки однозначно показывают, что исход не только он как бы повлиял на поколение вот тогдашнее, египетское, но он вообще, Египет, подсек под корень, по сути. Величайшая цивилизация, которая до того развивалась, серьезно развивалась, после Великого Исхода, она постепенно пошла на убыль. Уже не было той мощи Египта. То есть Бог произвел суд на целой цивилизации человеческой. Но я написал той женщине, что, знаете, это еще не все. Вспоминая о том, что было тогда, я вкратце написал так, скажу, что вспоминая то, что было тогда, гибель цивилизации или начало гибели Великой Цивилизации Египетской, я знаю, что будет еще величайшая погибель нынешней цивилизации. Желают кто, кто или не желают. Верят кто, кто либо или не желают. Многие посмеиваются над этим, хотя сегодня все меньше и меньше скептиков в этом отношении. Но Библия еще две тысячи лет тому назад говорила нам и говорит по сей день, что нынешняя земля и небеса сберегаются огну на день суда и будет погибель нечестивых человеков. Друзья, давайте будем реалистами. Эта цивилизация, благами которыми мы сейчас пользуемся, в которой мы сейчас находимся, она по сути египетская цивилизация. И Бог однажды эту цивилизацию обещал истребить. Земля и дела на ней. И мы знаем, что как было под днём Ноя, так будет и в эти дни. Но потоп неводный, при всем уважении к этим кинематографистам, снявшим в 2012, не водой будет потоплена эта земля, а гнем. И будет погибель нечестивых человеков. Вспомним Вольтера, одного из величайших безбожников, энциклопедиста французского, который в 18 веке просмеивал Петра, он называл его мушланом, апостола Петра, скритиковал Библию, и он писал примерно следующее, что где Бог возьмёт столько огня, чтобы уничтожить всю землю и всё небо. В 18 веке это было очень научно. И многие серьёзные учёные говорили с Вольтером, да, в общем-то это очень так затруднительно будет для Бога. В 19 веке это было уже не научно совсем, потому что в 19 веке было уже доказано однозначно, что под нашей землёй море огня. Сама наша земная кора, как пеночка, застывшая на молочке горячем, знаете ли, всё остальное огонь. То есть Богу даже не надо далеко ходить, чтобы взять много огня. Мы живём на одном вулкане огромном. Друзья мои, а прошло ещё 100 лет, уже в 20 веке, после Второй мировой войны, когда ядерное вооружение развиваться стало, уже любой школьник знал, что даже не нужно беспокоить всемогущего Бога по поводу огненного Армагеддона. Достаточно пару психов, где-то там, вот в этих высоких куварах власти, с пультами, и достаточно как бы их желания устроить огненный Армагеддон, и пиши пропало. Независимо от того, что, понятно там, хотят ли русские, или помните раньше песню такую, хотят ли русские войны. Ну понятно, но один псих, который там стучал, по кафедре в ООН, он решил построить мегабомбу, и учёные, когда он сказал им проект, у них руки затряслись, ноги подкосились, потому что, по их даже самым тогдашним очень слабым подсчётам, взрыв этой бомбы унесёт землю с орбиты, как минимум. Они попытались генсеку объяснить, господин Хрущёк, товарищ Хрущёк, эту бомбу мы не можем создать, потому что, если мы её взорвём, мы землю можем увезти с орбиты, гибель будет не только там в Америке, вообще всех-всех-всех нас. Но он был психом, он не послушал, говорит, строите, я сказал, строят, значит строите. Но учёные на свой страх и риск ослушались генсека, и они построили бомбу, ну, как минимум, в два раза меньше. Взорвали её, земля слегка наклянилась, впервые в истории человечества был зафиксирован отход от оси земной. С того самого времени наблюдается постепенное отхождение и планетарное изменение климата. Об этом мало кто знает у нас. Среди русскоязычных христиан даже мало кто знает об этой информации. Но взрыв той бомбы у неё же в три раза ядерная вот эта вот волна прошла по всей планете. Три раза. И земля слегка наклянилась. Тогда это было малозаметно. В природе были изменения, но это были малозаметные изменения. Но, скажем, десятилетиям они приняли всё больше и больше характера. Самая огромная бомба за всю историю Вселенной была взорвана. Вот вам, друзья мои, маленькие примеры. Я скажу, что, как в интернете писал мужлан этот, Пётр, будучи в один духом святым, написал, что это всё будет, это всё исполнится. Но, друзья мои, не будем печалиться тому факту, что земля обречена. Да, жалко, конечно, а могло быть всё совсем по-другому. Жалко, конечно, что всё так завершается. Но не будем печалиться сильно. Не будем сильно расстраиваться. Потому что Бог обещает нам новую планету. Бог обещает нам новую землю, новую атмосферу, где не будет старости, не будет смерти, не будет разложения, не будет войн, будет всё иное. И, конечно, при нашем потенциале разрушений мы могли бы загадить и вторую планету. Что нам стоит? Но Бог предусмотрел, поэтому, на новой земле будут новые творения жить. Поэтому Он не все туда переселит. Он не всем даст новую землю, друзья мои, и новую планету. А потому что мы бы её снова загадили, только ещё быстрее бы загадили. Но Бог туда помещает новое творение своё. И если ты хочешь жить на новой земле, на новых небесах, то приготовься, прими Иисуса Христа как Спасителя своего, Бога своего, Господа своего, и будешь спасён. Праздник Исхода. Исход совершается по сей день. Каждый покаявшийся грешник это ещё одна душа, перешедшая из этой, как бы, из царства земного, царства небесного. Из царства греха, проклятия, беззаконий, в царство Бога, в царство святости. Исход совершается. Как тогда был Моисей, сейчас Иисус Христос, Иисус Мессия. Он руководитель этого исхода. Есть христиане, умники такие, которые не только, ну, Иисус хорошо, но особо не слушаются Его. Такие будут погибнуты. Такие погибнут просто христиане. Но те, кто слушаются Его, слышат Слово и исполняют Его, они благословенны. Они пойдут в царство. Есть вот это предание, которым я было упомянул вначале. Еврейское предание, что когда евреи были уже на другом берегу этого Красного моря, они увидели то, что они увидели. Они увидели трупы этих египтян, солдат. Они стали ликовать. И в этот момент они увидели плачущих ангелов, Бога, на берегу Красного моря. И ангелы сказали им, что вы радуетесь, но не сильно радуетесь, потому что небо плачет, потому что погибло творение Бога. Погибли те, кого Бог создал. Такие же люди, как и вы, только неверующие. И мы спасаемся, и мы Бога благодарим за спасение наше. Но есть время и попечатлится. Ведь не все на спасительном ковчеге, не все взошли на борт спасительного ковчега. Дверь Иисус Христос открыт. И Иисус Христос открыт для всех. Но не все принимают Его приглашение. Далеко не все. По разным причинам. И очень жалко. И мы увидим трупы тех, кто действительно отказался. Это страшно, конечно. Но Бог отрек всякую слизу сочей наших. Конечно, ужасно представить себе, что кто-то из наших родных, близких людей окажется по другую сторону баррикады. Страшно представить, если чей-то сын, чья-то дочь, чей-то папа, мама чья-то, чьи-то внуки окажутся по другую сторону баррикады. Это ужасно. Поэтому пока мы здесь участники исхода, мы должны приложить все усилия для того, чтобы убедить наших родственников, убедить наших знакомых совершить этот исход с нами вместе. Мы должны приложить это усилие. Хотя, мы вспомним, допустим, Лота, да? Когда предлагалось детям тоже выйти, они, в общем-то, не захотели. не все захотят, не все согласятся с планом исхода. Как вот тогда я говорил на том собрании, что были те евреи, которые отказались, часть евреев, которые отказались с планом Божьего спасения тогда. И не послушались Моисея, посланца Божьего. Они проигнорировали даже после всех этих казней, даже после всех этих чудес. Для кого-то даже чудо это не является как бы доводом, доказательством. они были ожесточены, они остались. И скажу, сегодня тоже есть такая категория граждан, которые видят чудеса и знамения, однако же не слушаются Бога, остаются вне верии. Это их право, это их выбор, но это выбор ужасно. Лучше последовать за Иисусом, великим первосвященником в Царство Света. Представьте себе, друзья, во времена атеизма нам говорили, что Бога нет. Нам говорили, что Бога не существует, что вообще жизнь, она, вот как вот нам говорил по Геологии научитель, лампочка, перегорела ее, что, ее же не хранят, ее просто выкидывают и все. Вот наша жизнь перегорит и все и выбрется. Печальная судьба. Знаете ли, но если бы смерть была бы естественным состоянием для человека, если бы смерть была бы благом и двигателем для человечества, как говорят эволюционисты, утверждающие до сих пор, есть такие невежды, что якобы, мол, от обезьян, что наша мама там шопанзе, там папа армутан, там или кто-то еще. Ужасно, конечно. Хотя сегодня эти уже теории уже никого критики не выдерживают, но по-прежнему, как говорится, цирк уехал, но некоторые еще остались еще. Сегодня, поэтому более просвещенные как бы ученые и политики уже как бы осваивают другие теории, что вот переселенцы с иных планет, инопланетяне нас создали, потому что после восхищения у оставшихся будет выбор очень невеликий, поверить этой гадости, этой лжи. Но, друзья мои, нас создал Бог. Нас создал Бог. Царь, великий Бог. Ему вся слава, друзья мои. И, конечно, если бы смерть была бы естественной для человека, то на похоронах никто бы никогда слезинки не проронил бы. Все понимали бы, что, ну, естественно, это перегоревшая лампочка. Ну, да, ну, как бы, все, мама, прощай. Ну, как бы, что поделаешь? Твоя жизнь перегорела. Папа, ты перегорел. Сын, ты перегорел. Тетя, ты перегорела. Дядя, ты сгорел. Все, больше твоей жизни нет. И никому бы в голову не приходил бы поплакать. А зачем? Мы тоже перегорим, тоже исчезнем. Знаете ли, господа, это ужасная картина. Но даже самые последние атеисты все равно на кладбище у могилы своей матери при гробе со матери или отца он все равно будет плакать. Почему? Потому что, хотя он, может быть, внешний атеист, но в душе он понимает, что Бог таки есть. Что жизнь, она не заканчивается. То есть, есть все равно внутри понимание, что это ненормально, неестественно смерть. Любой человек, соглашившийся со смертью, он понимает, что это ненормально для человека умирать. Хотя эволюционисты лапшу на уши вешают и говорят, это нормально умирать. Просто вид развивается. Ерунда все это на постном масле. На самом деле это ненормально умирать. Бог нас не создал, чтобы мы умирали. Изначально проект был другой совершенно. Мы по другому проекту созданы, как вечное существо. Любой человек, умирающий, он понимает нормально, что он не для этого создан. Я умирал, я знаю, что такое умирать. И был в клинической смерти. Я понимаю, это ненормальное состояние. Я помню, когда в момент смерти подростков мне было обидно, что меня не будет сейчас. А мои сверстники завтра в школу пойдут, а меня не будет. Мне было обидно немного от этого. Знаете, и скажу, что слава Богу, что тогда 30 лет назад Бог пришел в мою судьбу и переменил ее, кардинально переменил ее. Слава Богу. И все эти годы я живу с пониманием, что есть Бог на свете, пред которым дадим отчет мы все живущие в этом теле, в этих телах. И Павел пишет, что это есть храме, это есть жилище. Есть жилище, временное жилище наше. Хижина. Есть книга такая, хижина. Да? Есть вот наша хижина. Потрогайте вашу хижину. Вот. Это хижина. И написано, тело без духа мертво. Если наш дух сейчас ушел бы из нашего тела, все. Это просто тело. Оно мертвое. Оно без духа. Это просто хижина. Она оставленная. Как, допустим, квартира или дом, допустим. Дом, да? Возьмите дом. В частном доме это очень хорошо видно. Дом, где люди живут и где люди уже не живут. Вы же можете обнаружить, да? Вы сразу поймете. Где не живут, там уже все уже. Ну, видно, что там нет руки человека. Там уже все в запустении приходит, а проходит десятилетие, и это уже все. Это уже разруха полная. И, друзья, вот так же и тело человека. Пока в ней дух живет, как хозяин, да? Существует душа в теле. Душа все это облагораживает. Красивое тело. Но возьмите даже мисс Вселенную или мисс Украину. Самую красивую девушку Украины, да? Она умрет завтра, к примеру. И что? Пройдет месяц-два, и что от нее останется? Пройдет год-два-десять, и что от нее останется? Тело, дух ушел, и самое красивое стало безобразным и ужасным. И люди нормально отворачиваются, фу, нет, это только лишь люди с особой психикой, эти врачи-патологи-анатомы могут иметь дело с такими телами. Вот, ну, уже нормальный человек, он не может близко находиться с такими останками человеческими. По долгу службы я бывал на таких моментах, когда тела долго лежали без духа, будем договориться, и уже разлагались. И по долгу своей профессии, как бы как священник традиционно православный, и иногда отпевал, хоронил таких людей. Но, друзья мои, это печальное зрелище, то, что остается от человека. Это, скажу, знак для нас всех, что мы, существа вечные, сталкиваясь со смертью, мы понимаем, это ненормально, это не для нас. Если бы старость была бы нормальной, люди бы не придумали бы косметику, много всего остального, знаете, и прочее, люди очень много тратят, чтобы оказаться помоложе. Почему? Потому что в нас заложена другая жизнь, оказывается. Мы изначально, другая жизнь. И когда мы придем пред Господом, мы будем молодыми. Постоянно, не расстанусь с Иисусом, буду вечно молодым. И, друзья, пусть из пришедших сегодня на дослужение, те, кто уже воскресли с Христом, вы знаете, что вы воскресли, пережили воскресение в своей жизни. Просто сегодня будете проставить Бога по-прежнему и дальше, и живите воскресением Христа. Те, кто еще сегодня не пережили, вы это понимаете? Вы где-то глубоко внутри это по ним поняли? Вам нужно сегодня воскреснуть, пережить воскресение в своей жизни. Выйдите тогда на покаяние в конце. Я буду призывать к покаянию. Выйдите тогда и пред всеми людьми этими исповедуйте Иисуса Христа своим Господом. Почему важно выйти вперед? Потому что Иисус сказал, что кто пред людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом, пред ангелами. Представьте себе, ваше имя сегодня Бог может, Сам Господь на небесах Иисус Христос пред Своим Небесным Отцом назвать. Пред всеми ангелами. Вот это да. Это не просто попасть в вечерние новости украинского телевидения. Знаете ли, это гораздо круче. Потому что там на небесах вечность, там на небесах ангелы будут радоваться сегодня за вас. Но эта же информация, она очень сильно огорчит другого ее личности, дьявола и всех его бесов. Очень сильно огорчит этого фараона, который даже за вами погонится в погоню. Но даже увидев преследующего, не отчаивайтесь с ним. Взирайте на Бога и увидите силу Божью. Увидите славу Божью. Враги ваши будут поражены, если вы будете с Богом. Как в еврейской общине в Киевской одно время пели песню, там они переделывали старые песни на такой уже манер христианский. И там пели так На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга, если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Помните, да? В Библии написано, когда один лев решил напасть на одного еврея, думают, о, я лев, я мощный царь. А это один еврей. Ха! Сила неравная, я его разорву. Мне тут-то было, на этого еврея сошел Дух Господний. Этот еврей пасть порвал этому леву. Я не знаю, о чем думал в последнюю секунду в своей жизни этот лев, но он понял, я пожалел, что в этот день вообще, как бы, он понял, это не его день. Он понял, что он зря, так вот, знаете ли, как бы, решил на завтрак этого еврея, как бы, потому что, если Бог приходит, да, то совершается все наоборот. А потом, другой случай, когда вышел один еврей, ну, типичный, такой, еврейской внешности, белокурый, голубоглазый, очень интересный, да, и навстречу вышел такой дядька, волосатый, огромный такой, мощный, он, он говорит, хоп, вообще, как бы, профессиональный головорез, и на кого-то вышел парень вообще, как на собаку, с палками на меня, ха, он недооценивал этого блондинчика, потому что тот взял камешек и запульнул ему, и знаете ли, и потом отрезал ему голову, хотя он был такой мягкий, пушистый с виду, но не думайте, что он такой был внутри, внутри он был очень сильный воин, он не постеснялся достать его оружие, и он не там, не знаете ли, ни в обморок, не падал, в этой крови, он взял и отрезал ему голову, и дрогнули враги, они поняли, что если вот такой парнишка взял и убил ихнего главного вояку, то что же армия Израиля, если она несет Дух Святой, если Дух Господний, если Дух Бога Израилю будет на этой армии, с ней лучше не сражаться, друзья мои, сегодня во время Великого Исхода, каждый верующий, он даже один в поле войны, даже один, но когда мы вместе, мы прогоним вообще тьмы тем, слава Иисусу, и конечно, этот праздник, это, я сказал уже, со слезами на глазах, и не просто потому, что есть очень много неспасенных душ, это очень важно, конечно, помнить, даже в празднике, но еще важно помнить, что страшная цена была заплачена, вообще-то Иисус, говоря о таинстве своем, о причастии, Он говорил удивительную вещь, совершая последний такой ужин со своими друзьями, апостолами, Он говорил, что все творите мое воспоминание, и мы знаем, что смерть Господня мы вспоминаем, доколе Он придет, и на Пасху мы тоже вспоминаем смерть Господа, Его страдания, почему, потому что страшной ценой мы куплены, вспомним Иисуса сегодня, потому что даже самые страшные картины, которые могут быть вообще нарисованы, они не сравнятся с тем ужасом, который испытал Иисус, но с другой стороны и победа Его, воскресение, слава Его, друзья, я немного на семинаре рассказывал это свидетельство, когда в моей жизни были видения, два раза в моей жизни было видения, и о них я рассказываю часто в последнее время, но первое из них, оно самое было запоминаемое, когда я, не выходя из тела, видел Иисуса, и Он был очень довольный, очень радостный, и Он пришел ко мне туда, в карцер, и просто укрепил меня тогда, и знаете ли, Он был очень радостным, довольным, и против меня, будем так говорить, были, ну, сильные люди, с которыми я не мог состязаться, но по-человечески меня ждал еще Дизбат, еще после этого карцера, и потом, значит, обещали дембель ногами вперед с этого Дизбата, но получилось так, что уволился из армии ногами вперед не я, а офицер, тот самый, который все это замышлял, он был неплохой человек сам по себе, но он был без Бога, и его раздражал не я лично, а Бог, который во мне, потому что его еще в штабе полка, когда его направляли, ну, такое свидетельство такое, его в штабе полка, он еще не видел свою роту новую, но через писали полка штаба, я, значит, об этом узнал информацию, ему начальник штаба сказал так, что рота образцовая, но там есть одна паршировца, которая все стадо портит, а у меня еще в личном деле, оказывается, там было написано, верующий, еще в военкомате кто-то написал, и первых полтора года у меня была служба очень хорошая, не, правда хорошая, потому что люди, хотя атеисты, коммунисты, но очень уважали мою веру, и даже с карантина один раз отпускали меня, никого не отпускать с карантина, никуда вообще, меня отпускали на субботу и воскресенье, один раз, правда, на два дня отпустили меня увольнительную, это невозможно, кому скажешь, не поверят вообще, но перед тем я неделю постился, правда, за это, как бы, за это чудо, неделю был в посте, на карантине, где гоняют, писать о себе, значит, быть в посте, но я очень хотел, я просто очень хотел попасть на субботнее вечернее служение, и воскресное утреннее служение, и прочиститься как раз, и Бог совершил чудо, мне с курса выстрелов, с курсов, был я в полку при высших офицерских курсах выстрел, и один из офицеров написал мне увольнительную, нас рискуя очень многим, с карантина солдат отправиться, ну это же не солдаты еще, как бы до присяги еще, понимаете, вот, но и в принципе полтора года моей службы, фактически каждую субботу, воскресенье я проводил в храме, читал, пел, и как бы священник меня благоставлял, и в общем-то офицеры уважали, но вот последних полгода было очень тяжело, потому что пришел новый родный командир, который посчитал, что верующий в его роте, это на самом деле, как штабы сказал, это как бы, ну проклятие, и все, и моя служба началась такая, последние полгода я в основном на гауптвахте, и чаще всего в карцере провел, то есть как бы, ну, выхожу на свободу день-два, значит, и снова день-два-три меня сажают на гауптвахту, и чаще всего, иногда в общую камеру, но я, мы там общаемся, значит, молимся с ребятами, они мне со мной молятся, знаете ли, интересно, хотя там в основном были не русские, таджики были, узбеки, чеченцы, азербайджанцы, но Бог давал слово к этим людям, и они слушали, удивительно, Бог давал слушать меня, и мы вместе молились с некоторыми из них, и вот, и потом меня изолировали в отдельную камеру постоянно, а потом не в отдельную камеру, а уже в карцер, там, где нет ничего, ни отопления, то есть это просто цементный мешок, хотя по устам не положено иметь карцер, это не тюрьма, но у нас был карцер, и очень жесткий карцер, конечно, даже аквариум был так называемый, когда еще некоторым ребятам делали аквариум, я жил после аквариума, это было ужасно, конечно, когда в карцер еще наливали 2-3 ведра холодной воды, значит, ну просто обычной воды, а представьте, там почти нулевая температура, значит, быть еще в воде, и плюс еще бросали совок в лорке, и закрывали, а камера почти герметична, там сразу сокли, слезы, и обычно через несколько, там, какое-то время человек терял сознание, вырубался, и вот туда выносили, вот, и вот после аквариума, я когда заходил, мне это просто, это все обжигало, все пекло, голова распухла, как арбуз, наверное, но сознание не потерял, Бог дал возможность мне выстоять, выдержать, и другие издевательства прошло тоже, но Бог выдержал, Бог дал мне возможность выдержать, но когда последний раз был в карцере, значит, и порой по глупости сажали, вообще там, ну, у меня был маленький нательный крестик, допустим, прежний офицер ничего против не имел, но этот офицер командовал, там, товарищ, сняв крестик, я говорю, не могу, извините, трое судах арестов, все, идите, значит, а там уже дополняют еще, от штаба добавляют еще, полка добавляют еще, и попадаешь на день и два, неделю там находишься минимум, вот, и, и вот, знаете ли, и последние полтора месяца я находился там безвылазно, то есть, не выходя оттуда, вот те, кто знает, что такое карцер, те понимают, что полтора месяца в карцере, это очень тяжело, это как цементный грузовой литв, застрявший, значит, на полтора месяца, просто там уже дуреешь на самом деле, тем более, это хлопка дышать этой гадостью, и вообще это просто ужасно, так вот, и самое страшное, без воды, потому что давали очень немного этой жижи, попить этой, вот, и не кормили почти ничего, это было очень страшно, потому что там уже на стенку лезут жажды, вот, и, ну, уже лижешь, уже эти стены уже лижешь, они чем-то потеют гадостью, но, пока не влага какая-то хотя бы, хоть что-то, для организма, и, знаете ли, я месяц там находился, и уже, честно говоря, здоровье уже, все уже, я стал кашлять очень сильно, харкал уже, извиняюсь за подробности, но было ужасно, и, значит, и что началось, в этот момент уже мне было очень тяжело, я взмолился просто, накануне, еще перед армией, я читал в Житиях Святых, такой рассказ, о мученике Георгии, которого однажды избили, и бросили в каземат, и должны были казнить на утро, но думали, что он до утра не доживет, но когда пришли эти римские солдаты, они увидели этого офицера, Георгия, живым, здоровым, и он сказал им, что к нему пришел Иисус туда, и его исцелил, и эти солдаты, хотя знали, что их за наказнят, они кричали, велик Бог христианский, велик Бог христианский, их казнили за веру, что они вот такие вещи говорили, а самого Георгия позже казнили, но знаете, вот этот эпизод меня очень сильно затронул, что ведь Иисус пришел к нему, и я просил вот об этом, я не думал, что будет видение правды, я думал, просто-то подкрепление какое-то будет определенное, и я говорил, Иисус, пожалуйста, кого еще не просить, я говорил примерно так, своими словами молился, вот говорил, что Господь говорил, что, ну кого еще просить, только тебя, и вот видел яркий свет, вместо, ну представьте, месяц находиться в полумраке, почти темно, постоянно, да, но только лишь раз в сутки видишь, когда открывается дверь, значит, и свет с коридора, значит, там, электрический яркий свет, значит, и что такое быть в полумраке месяц, и, а здесь увидеть яркий-яркий свет, это же можно на время отследовать даже, да, но это был свет, который не оступлял, он до меня согрел, насквозь проходил, согрел, и знаете, что интересно, в этом свете ярком был еще один свет, и это не была просто аура, я знал, что это был Иисус, хотя никто не говорил, Сережа, это Иисус придет, я понимал, что это Иисус, и он шел и улыбался, знаете, я там еще не плачу, стою, а он идет, улыбается, довольно такой, вообще счастливый, очень счастливый, очень довольный, идет, и хочет вроде обняться уже, ближе, ближе, и вот уже, как первый ряд, наверное, уже близко был, и в этот момент, как бы что-то сказала, внутри или в ней, не знаю, достаточно как бы, довольный как бы, и вот и все, и больше я не видел этого видения, но еще две недели я оставался в Харцере, в этом, и две недели со мной был там Иисус, хотя я его физически не видел, но ощущал всей шкурой своей, две недели я не остывал, хотя быть на холоде в одном ХБ месяц перед тем, это было уже просто, ну, постоянно хронически ты холодный, это ужасно, конечно, и не спать целый месяц, не есть фактически ничего, значит, дышами на хлорке и гадостью этой, вот, значит, и быть в таком, как бы, цементном грузовом лифте, значит, и скажу, что мое тело изменилось тогда, знаете ли, вот вам сведение студаю, какие бы ни были мы страшных обстоятельствах, если мы с Иисусом, то это хорошо, потому что потом, я даже размышлял, думал, такие мысли были у меня, думаю, а если, допустим, в Десбат, а если где-нибудь ногами вперед, там пообещали сделать, потому что начальник Десбата, вот, куда меня отправляли, Московск области, это был дядя родной, вот этого офицера как раз, и они там уже дебиль ногами вперед делали, ребятам некоторым, мне об этом рассказали, сержанты, но, значит, с Кантемиевской дивизии, соседней, но что интересно, я подумал так, что даже если, Десбат, даже если что-то там страшное, все равно, если вот с таким Иисусом, то это уже будет на край, даже ват отправь, вот с таким Иисусом, это будет как будто бы рай, представляете, но внутри был ответ, что этого не будет, и скажу, доверьтесь Иисусу, друзья, давайте будем верить Ему, верить нашему Господу, Иисусу Христу Спасителю, и еще, у нас немного времени, я хочу, перед тем, как призвать к молитве, сказать еще пару слов, не очень хороших слов, дело в том, что этот праздник, он еще разбавлен оккультизмом, очень серьезно, к сожалению, те, кто были на семинарах, те понимают, о чем я говорю, связано, это и с культом мертвых, пожалуйста, у вас будет следующее воскресенье пост, друзья, я предлагаю еще, те, кто будут брать пост, еще помолитесь, знаете о чем, чтобы вот эти твердыни вражеские падали, потому что, как раз на будущей неделе, эти вот радуги, за праздник, и во вторник, именно, в понедельник вечер, вторник с утра, официально, через неделю после Пасхи, и вообще-то, уже на Пасху, люди вереницы, на кладбище идут, и там устраивают пикники, попойки, знаете ли, приглашая умерших, это и есть оккультизм, друзья мои, более подробно, ну, с семинаром можно, в принципе, все это взять, я думаю, что на дисках скоро это будет, брат Дима побеспокоится об этом, чтобы было все на DVD-дисках, и вы смогли бы это все просмотреть, также есть другие нюансы некоторые, те же самые куличи, я говорил уже, что это не для нас, не для христиан, хотя многие из нас, из христиан, находятся в таком окружении, языческом, что, как бы, это как неизбежное слово воспринимается, но я считаю, что если мы христиане веры евангельской, неважно, православные, протестанты, если мы веры евангельские именно, веры Божьи, веры библейские, то мы должны в некоторых вопросах этих быть принципиальными, к примеру, мы можем сесть за стол и покушать с друзьями, да, но отдельный прибор оставить для умерших, это уже, это не наше, это не наше, потому что мы не участвуем в этих делах тьмы, вот, допустим, вспомнить умершего хорошо, прийти на кладбище и прибрать могилку, хорошо, но именно делать там с друзьями пикник, с родственниками собраться там, и накрыть прямо на могилке скатерть, самобранку такую, знаете ли, и выпивать, закусывать, это не наше, это не для нас, не для христиан, я считаю так, независимо от того, каком мы деноминации, неважно, если мы евангельские христиане, если мы библейские верующие, это не для нас, мы тоже православные христиане веры евангельской, я это говорил нашим братьям много раз, мы даже газету печатали такую, и писали в шапке, газета православных христиан веры евангельской, слава Богу, и, друзья мои, есть много других нюансов, но Бог, я верю, Он поможет нам быть в свободе, и поможет нам помогать ближним нашим, освобождаться, слава Иисусу, друзья мои, и, кстати, у нас в Киеве есть в церкви одна сестра, которая после института была на, как бы, испытательном времени в банке, и что такое для молодой девушки с провинции, да, без связей, попасть, значит, в хороший банк, значит, на срок испытательный, где, в общем, к ней присматривались, она хорошо отучилась, но попасть, значит, на хорошую работу, это, ну, очень, очень серьезно, и вот, и представьте, ее ждало искушение такое, значит, там одна из сотрудниц принесла всякие печенья, конфетки, и сказала, вот, за упокой души там, какой-то, ну, родственницы, и всем сотрудницам стала раздавать, и все сотрудницы брали, ну, наша сестра, она отказалась, и вежливо отказала, а ей сказали, а ты что, не православная? Она говорит, я православная, но я хожу вот в такую реформаторскую православную церковь, и наш батюшка объяснил, ну, как раз перед тем я объяснял, что мы не должны участвовать в этих бесплодных делах тьмы, и я сказал, что нельзя брать это все, не потому, что это нам может навредить, нет, я знаю, что идут в мире ничто, но ради того, кто это говорит, я не делаю это, чтобы ради его совести, не своей, пред Богом я знаю, что это не повредит, для меня лично это не повредит, как бы там не колдовали над этими продуктами, или посвящали бесам, или идолам, меня не повредит это, но повредит совести другого человека, потому что он будет думать, что я тоже участвую с ним в этом безбожии, и Марина объяснила им, этим сотрудницам, что вот наш батюшка, он запретил нам такие вещи делать, принимать за упокой души продукты, потому что это оккультный обряд, она объяснила все это, многие сотрудницы, ну, в недоумении были, вот та, которая отвечала за ее, именно стажировку, была очень недовольна, ну, как бы, наша сестра подумала, ну, видимо, как бы не судьба ей быть на этой работе, хотя очень хорошая была перспектива, хороший банк, и хорошая должность, и представьте, когда было время уже, после этого испытательного срока, к их нему директору, на прием, и он спросил эту женщину ответственную за ее стажировку, ну, как она себя показала, и так говорит, что, ну, по-моему, она не подходит нам, потому что она, вот, ну, как бы, был такой эпизод, не писала, даже коллектив нас, вот именно, не приняв там, она рассказала, представьте себе, начальнику, а он такой, западной Украины, очень религиозный такой, человек, у нее там иконочки, там, и он все время спонсором многих этих церковных программ, там, в традиционном православии, и знаете ли, но он сказал, нет, мы ее оставим, раз она, вот такая, на сроке испытатель, она могла бы показать себя, вот, как бы, перед тем коллективом, значит, в ней что-то есть, короче, ее оставили, через некоторое время она стала начальником отделения, молодая девушка, стала начальником отделения банка, слава Богу, я скажу, даже если бы ее не приняли бы, она очень правильно сделала, но ее приняли, и Бог показал, посранил очень многих, там, которые восставали против нее, и показал, что если мы держимся Бога, Бог заступает за своих детей, но помните, как те отроки, да, говорили, что даже если он не спасет, мы все равно не поклонимся идолу, слава Иисусу, друзья мои, давайте встанем, возлюбленные братья, сестры, я хочу призвать в покаянию сейчас, в эти минуты, последние минуты, давайте, пробуйте, посвятим молитве, я прошу прямо сейчас выйти тех, кто хочет молиться, молитву покаяния пред Богом, и пред всеми этими людьми, исповедовать Иисуса Христа, своим Господом, Богом, спасителем, юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки, разных возрастов, пожалуйста, приглашают прямо сейчас, выходите прямо сейчас сюда, к сцене, еще, пожалуйста, выходите, не стесняйтесь, слава Богу, выходите, перед этим молитвом покаянии, слава Богу за вас, слава Богу, повернитесь к всем людям, выходите, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите туда, да, слава Богу за вас, еще, пожалуйста, не стесняйтесь, пожалуйста, здесь все свои, предвидующие, И сковерить искусство Христа это вообще благо. Потому что большинство присутствующих вас прекрасно поймут. Слава Богу. Еще. Ждем еще людей. Не откладывайте на завтра, что можно сделать сейчас, сегодня. Еще скажу. Вы выходите те, кто уже каялся, но получилось, что вы отступили. Сегодня день вашего возвращения. Не слушайте дьявола, что грехи ваши будут непрощенными и прочее. Все это ерунда. Бог простит вас. Нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Лишь наше ожесточение, лишь наше неверие. Знаете, Бог простил вас во Христе Иисусе 9-10 лет назад. Какими мы есть, Он принимает нас. Слава Богу. Слава Богу. Присоединяемся к этой молитве, очень важной молитве. Слава Богу. Слава Иисусу. Сейчас время освобождения. Вот Пасха Божья. Вот Пасха настоящая. Это вам не уличить. Это вам живые души, которые возвращаются в дом небесного Отца. Это самое великое чудо. Возвращение детей. Как всю свою возвращение к Богу. Выходите, пожалуйста, туда. Присоединяйтесь к этой молитве. Отец, я благодарю Тебя за вышедших. Благостоверное имя Твоё. Царь Вселенной. Я благодарю Тебя за тех, кто вышел, не постеснялся у Твоего имени святого. И пред Тобою сейчас. Пред всеми этими людьми. Пред ангелами, которые сейчас здесь присутствуют. Святыми божними ангелами. Свидетелем этого покаяния. И сорадующимися этому покаянию. Боже, благослови. Благослови всех нас, молящихся сейчас. Вышедшие вперед. И все присутствующие. Дорогие друзья. Давайте мы скажем сейчас какие слова. Скажем Богу от всего сердца. Скажем слова любви. Мы признаемся в своих грехах. И скажем Иисус Христос, наш Господь. Скажем им слова очень важные, святые. И скажем так. Отец наш Небесный. Бог Святой. Во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. За Твою любовь. Ты отдал Сына Своего. Иисуса Христа. На распятие. На крест. За мои грехи. И за всех нас. Иисус Христос. Сын Бога Живого. Помилуй меня грешного. Ты моего спасения. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Приди. И Иисус Христос. Живи во мне. Царствуй во мне. Благодарю Тебя, мой Бог. И во имя Твое. Во имя Иисуса. Я отрекаюсь от дьявола. Отрекаюсь от Его Царства. Я совершаю великий исход. Из царства тьмы. Царства света. Из царства земного. Царства небесное. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя. За Пасху. Ты моя Пасха. Христос. Кровь Твоя святая. Омывает меня. От всякого. Греха. Аминь. Духом Святым Своим. Наполни нас сейчас. Наполни мою жизнь. Веди меня, Господь. Чтобы и начало моего христианства. И конец моего христианства. Финиш моего христианства. Было благостоверно, Господь Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, я благодарю Тебя за вышедший вперед. Господь. И как Ты сказал в Слове Своем. Молю Тебя, Боже, на основание Слова Твоего. Ты сказал, что кто при людьми Тебя исповедует. Того и Ты исповедуешь пред Отцом, пред ангелами. Господь, прямо сейчас назови их имена пред Небесным Отцом Иисус Христос. Пред ангелами. На радость всем небожителям. Пусть Господь ликует небеса сегодня над Николаевым. Господь. Боже, пусть ликует небеса сегодня над область Николаевской. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови Господь. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Кто же решился этим благословением благословить? Это благословение дал сам Бог в Библии. И это благословение я люблю петь на языке нашего Господа Иисуса Христа на иврите. И даже среди нас, если не так много евреев по крови, то в нас живет еврей. Глубоко в нас живет еврей Иисус Христос. И Он любит свое. Как? И пусть сегодня Его благословение придет к нашей судьбе. Пусть Его благословение. И пусть благословляющие нас будут благословленными. Но проклинающие нас, увы, они прокляты. Но это их выбор. Это их право. Но наша судьба – это Господь. Иисус Христос. Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа, Мессии, Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Боже, благослови наше это собрание, это праздничное служение своим отцовским благословением. Боже, всемогущий, в жизни каждого из нас прославься, благослови нас верующим, Боже, силой воскресенье наполни. Отец, помажь Господь сейчас собрание наше, Духом Святым, дарами исцеления приди сейчас Господь. Ты исцелял Господь и исцеляешь. Ты освобождал, ты освобождаешь сейчас души. Бог Святой, всякого, призывающего Твое имя Святое, благослови сейчас это место. Помажь Господь. Если вы сейчас не нуждаете сами личного исцеления, но вы молитесь об исцелении другого человека или собираетесь молиться, поднимите руки сейчас и приполучите сейчас это помазание сейчас на исцеление. Бог, эти святые руки, эти святые ладони, благослови, Боже, тянущиеся к Тебе, нашему Отцу. Своих детей, Боже, руки помажь Господь. Да возложат они руки на больных, и те будут здоровы во славе Твоего великого имени. Боже, да будет так, Господь. Боже, да трепещет ад, да трепещет царство тьмы, да трепещет фараон века сего. Бог всемогущий, потому что царство Твое пришло. Спасибо. Аминь. Аминь. Аминь.